Добрый день, друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат технических наук Олег Валентинович Растренин. Олег Валентинович, приветствую. Здравствуйте. Очень, очень давно не были. Что поделаешь в пандемии? Да, да. Опять проклятущее достало всех. Борьба с вирусом, она, к сожалению, идет с переменным успехом. А все равно победим. Безусловно. Печенегов победили, половцев, уж пандемию-то сто процентов. Про Л-10, наверное, да, уже продолжать будем? Насколько я помню, мы прошлый раз закончили принятие на вооружение самолета Л-10. Это сорок четвертый год, август месяц. И с этого момента и мы начнем лекцию, ну, что дальше было, да? Посмотрим, что было дальше. Сразу скажу, наверное, боевой опыт, там, запуск серийного производства, освоение в войсках и первый боевой опыт в конце уже войны, в апреле, мая 45-го года. Мы поговорим об этом отдельно как-нибудь, потому что эта тема большая. Там очень много нюансов и много деталей. И без них сложно будет дать оценку все-таки, что такое самолет Л-10 и что мы все-таки получили, приняв его на вооружение. Тем не менее, некоторые итоги боевого применения стоит сказать, чтобы была понятна отправная точка в формировании тактико-технических требований на сорок шестой, сорок седьмой, ну и последующие годы. То есть, от чего мы, так сказать, какая была у нас отправная точка. Итак, Л-10 поступил на вооружение. В части РОС Красной Армии стали поступать они где-то с января 45-го года. Ну, это в первую запасную авиационную бригаду, где происходило переучивание маршевых полков. На фронте применили их всего три полка. 108-й гвардейский, на базе которой проходили войсковые испытания самолета Л-10, 507-6-й и 118-й гвардейский штурмовый полк. Основные итоги сводились к следовающим, что действительно повышенная максимальная скорость и маневренность вертикальной плоскости положительно сказалось на эффективности боевого применения. Хотя, если сделать, в общем, оценку боевой эффективности самолета Л-10 в сравнении с самолетом Л-2, то по боевой эффективности такого резкого скачка, повышения боевой эффективности не произошло. Более того, даже по некоторым параметрам он даже не превосходил самолет Л-10. Хотя в целом... Ой, да, Ил-2, Ил-2, да. Ну, действительно, максимальная скорость, повышенная максимальная скорость и маневренность позволяла маневрировать в районе цели с большими и средними скоростями, что снижало вероятность сбития зенитной артиллерии противника. Также это улучшало, повышало, улучшало условия ведения воздушного боя истребительного противника. Это отмечали летчики, и это... Да, это очень хорошо. Опять же, повышенная скорость и маневренность вертикальной плоскости позволяла в боевых порядках эшелонировать группы по высоте. При этом верхний эшелон легко мог отбить атаку истребителей противника в хвост эшелона, который шел ниже, и успеть после этого набрать высоту и занять опять свое место в боевом строю. В то же время воздушные стрелки при атаке немецких истребителей в верхний эшелон легко, в общем-то, отбивали атаку истребителей. В то же время повышенная скорость приводила и к повышенным дистанциям между самолетами. Поэтому при формировании боевого порядка круг, круг из группы в составе шести самолетов Л-10 замыкался плохо. Поэтому для того, чтобы круг замыкался и дистанции были достаточными для обеспечения огневого взаимодействия между экипажами, необходима была группа в составе восьми-десяти самолетов не менее. Это положительная сторона боевого применения самолета Ил-10. Что касается боевой мощи, то бомбовая нагрузка в 400 кг средняя бомба обеспечивалась только при подбеске бомб ФАП-100 или ФАП-2,5СЧ. При других калибрах Ил-10 был недогружен до нормального варианта боевой загрузки. Собственно, опыт моего применения по статистике показывает, что средняя бомбовая нагрузка самолетов Ил-10 достигала всего 300 кг. В то время как самолеты Ил-2 вылетали на боевое задание с загрузкой в среднем 400 кг. Прямо строго. Причем это были одни и те же участки боевых действий, и цели, в общем-то, были одни и те же. Обзор. В сравнении с самолетом Ил-2, он был почти таким же, там 7 градусов, а Ил-2 был 8 градусов. То есть, примерно было все то же самое. Однако, поскольку средняя скорость Ил-10 была выше, то поиск цели, ее опознавание и выполнение маневра с выходом на линию боевого пути был затруднительным для летчиков. Было труднее это сделать. Значит, бомбонетание. Основным способом атаки целой была атака с пикированием. Поскольку Ил-10 был более маневренным и скоростным, то он мог выполнять пикирование с большими углами. Но если у Ил-2 средняя скорость на пикирование в среднем была где-то 40 км в час, и может быть чуть больше там, да, но в среднем где-то так, при углах пикирования порядок там... Ну, если больше 400, уже это было неправильно, поэтому в среднем это было где-то 400 км в час. Не удерживаясь. При углах пикирования 25-30 градусов. То Ил-10, насколько у него аэродинамика-то была заметно лучше, при пикировании, при скорости вывода в пикирование где-то 350 км в час, в конце, при выводе из пикирования, его скорость достигала 550-600 км в час. Поэтому времени для выполнения атаки, то есть время на погашение, на устранение крена, погашение бокового скольжения, прицеливание, ведение огня, было у летчика заметно меньше. И если за одну атаку летчик на Ил-2 успевал выполнить две прицельных очереди продолжительность примерно 1-1,5 секунды, то летчик на Ил-10 едва успевал отстрелять одну очередь. И это касается не только летчиков средней подготовки, которая была, так сказать, в строевых частях, но это относится и к летчикам первозапасной авиационной бригады, которые имели налет на боевом самолете, сейчас на самолете Ил-2, который расчистялся от 900 до 1400-1500 часов налета. И даже эти летчики вот с такой высокой квалификацией, и то они с трудом успевали прицельно оцелять одну очередь. А бомбы как? Бомбы точно так же, с другого захода, ну, то есть здесь уже вошло четко в практику применение вооружения раздельное, но на бомбометание точно так же время на прицеливание и сброс бомб в общем-то время это было ограничено. Айрасов не было, получается, да? Да, на первых сериях, которые пошли на фронт, реактивных снарядов не было. Поэтому только бомбы и пушки, ну, и пулемет. Недостатком отмечали, ну, это очень детская болезнь была, это сильные вибрации, летчики отмечали сильную вибрацию прицела, ПБП-1Б, что ухудшало точность прицельной стрельбы. На Ил-2 аркой явления не наблюдалось. Сильные вибрации связаны с неудачной конструкцией кронштейна, и, скажем так, родовой, родового дефекта самолёта у этого мотора АМ-42, это вибрация мотора. Дальше мы, когда подойдём к мотору АМ-43 и самолёту Ил-16, Ил-10 связанный с этим, мы там немножко более подробно скажем, скажем о вибрации. Дело-то в том, что мотор АМ-42, это модификация, глубокая модернизация мотора АМ-38, а сам мотор АМ-38 является модификацией мотора АМ-35. Геометрия мотора осталась прежней, но мощность, мощность возросла с 1250 лошадиных сил до 2000 лошадиных сил. Поэтому вредные полуторные гармоники уже имели достаточную силу. Но на АМ-42 они просто вибрировали, но, в общем-то, не мешали особо полётам. С этим явлением боролись, и боролись по рекомендациям ЦАГи, по рекомендациям ЦАМ, и каким-то образом этот вопрос там как-то решался. То есть вибрировал, но не настолько сильно, что это препятствовало полёту и боевому применению. В дальнейшем кронштейн переделали, и вибрация прицела вошла в норму и уже не так сильно мешала прицельной стрельбе. Отмечалось лётчикам излишнюю поперечную устойчивость. То есть до ворота даже незначительные, уже на линии боевого прицена пикирования, необходимо делать заваливание самолёта в крен. А крен – это боковое скольжение, ну и так далее. А с учётом того, что скорость на пикировании большая, то иногда атака срывалась практически, и лётчики вынуждены были, скажем так, бесприцельно. Стрельбу-то надо, всё равно было, так сказать, боезапасно и расходов. Ну, как-то вот неприцельно. То есть рулём просто в горизонтальной плоскости не управлялся почти на скорости? Управлялся, но сложнее. Сложно, конечно, на таких скоростях. Собственно говоря, поэтому, если взять за статистику среднего расхода боеприпасов к цирково-пушечному вооружению, то на Л-2 средний расход за один боевой вылет, достаточно большую статистику я посмотрел, была в 2-3 раза выше, чем у самолёта Л-10. Вот это связано с тем, что лётчики просто нам не успевали стрелять. Некоторые товарищи сразу же могут сказать, а почему не сделали воздушные тормоза? Легко можно было бы сделать. Но, к сожалению, в отношении Л-10 этот вариант был непроходной. Дело в том, что первая серия, особенно первая серия самолётов, которые пошли на фронт, они, обращу ваше внимание, при типовых условиях боевого применения, то есть с полным соответствием курса боевой подготовки штукного авиации 1944 года, самолёта Л-10 показали недостаточную прочность конструкции хвостовой части фюзеляжа, центроплана и консоли кола. Обшивка крыла превращалась, шла волнами, превращалась в гофр, в волны такой, причём глубина, так сказать, этой волны доходила до сантиметра и полутора сантиметра. Например, первые 45 самолётов, которые поступили в 15-ю, наверное, воздушную армию, где я могу ошибиться с номером воздушной армии, но главным инженером воздушной армии был генерал-майор Иоффи. Он под это дело все эти самолёты тут же списал и отправил, значит, в тыл там для обучения и использовал их только для обучения лётчиков. Хвостовая часть фюзеляжа точно так же деформировалась от перегрузок на выводе из пикирования. То есть вот из-за того, что скорость пикирования достигала, на выводе, ну, скорость пикирования достигала там 550-600 км в час, перегрузки достигали более 7 единиц, и Ил-10 уже их не выдержал. Поэтому был некоторый отход в материальной части, поэтому если поставить туда ещё и тормозные, воздушные тормоза, то там хвост оторвёт, наверное, легко. Ну, эта проблема была, всплыла уже в конце декабря 44-го года. В январе были дополнительные исследования проведены, выявилась вот эта вот недостаточная прочность. УКБ Ильюшина срочно занялось укреплением крыла и хвостовой части фюзеляжа. Но первые серии, которые пошли на фронт, они были вот все... Да и, собственно говоря, до мая месяца все самолёты, которые были вывучены, они были вот все, имели недостаточную прочность. Но уже потом в частях по формулярам ОКБ проводились доработки. Скоростной профиль крыла, типа НАКО, который был применён на самолёте Ил-10, он обеспечивал высокую скорость, как, собственно говоря, и должно быть у истребителя. Отметим, что корни Ил-10 – это истребитель Ил-1. О чём уже говорили, собственно говоря. Мы говорили об этом в прошлом, наверное, в прошлом нашей лекции. И тогда же мы отмечали, что ОКБ Ильюшина при предъявлении эскизного проекта ОКН-ЮС не представила расчётов на прочность. Ну, собственно говоря, вот мы что имеем, то имеем. Оказалось, что при малейших повреждениях крыла самолёта Ил-10 самолёт терял управляемость, и на вынужденных посадках самолёты бились. Потому что скорость планирования, на планировании скорость при встрече самолёта Ил-10 с поверхностью землёй, землёй она была выше, чем у самолёта Ил-10. И поэтому... Ил-2. Да, выше, чем у Ил-2. И поэтому они бились. Причём настолько сила удара была велика, что деформировался бронекорпус. Чего на Ил-2 никогда не было. В принципе. Да, там отваливались деревянные хвосты и деревянные консоли крыла. Но лётчика спасал бронекорпус. На Ил-10, к сожалению, этого нет. Поэтому процент списанных Ил-10, совершивших вынужденные посадки, где-то в два с половиной раза был выше, чем у самолётов Ил-2. То есть, любой Ил-10, который сел на вынужденную, практически шёл на списание. На Ил-2 такого не было. Самолёты, у которых было по 5-6 вынужденных посадков, была не редкость в частях. Их восстанавливали. Их восстанавливали, и потом они шли в бой. Что положительно было, и лётчики это отмечали, это улучшились условия при выполнении боевого маневрирования. С полной боевой нагрузкой, полной боевой нагрузкой, Ил-10 за один боевой разворот набирал 600-800 метров высоты. Просили с 1941 года, да? Да. А что лётчики хотели? В 1942 году впервые было. Это озвучено, что нам необходимо, чтобы самолёт штурмовая авиация за один боевой разворот набирал не менее 500 метров высоты. Для того, чтобы выполнять атаки с пикирования со средних высот. За счёт этого, несмотря на то, что средние скорости маневрирования у Ил-10 практически на 100 километров были выше, чем у Ил-2, но за счёт лучшей маневренности вертикальной плоскости, размах круга при выполнении атаки на земных целей у самолёта Ил-10 был сравним с самолётом Ил-2. То есть это 2,5-2 тысячи там 700 метров. А так вот, если по современным методикам посчитать боевую эффективность самолёта Ил-10 в сравнении Ил-2, то он на 15, там, где-то примерно процентов был выше. Ил-10 исключительно за счёт, исключительно только за счёт лучшей маневренности и более высоких скоростей. Это обеспечивало меньшую вероятность сбития зенитными средствами противника и истребительной авиации. Но, собственно, если говорить о вероятности поражения цели, Ил-10 был хуже Ил-2. Парадокс какой-то получается. Сделали лучший самолёт, более скоростной. Да, получилось, что, собственно, если говорим о вероятности, то есть боевая мощь, его оказалось есть... Ну, в современной теории боевой эффективности разделяют боевые свойства на несколько групп показателей для того, чтобы можно было эффективно сравнивать их. То есть слона нужно есть по частям для того, чтобы его всё-таки съесть. Поэтому и здесь были, значит, есть боевая мощь, это группа показателей, которая влияет на показатели нанесения боевого ущерба противнику. Группа показателей выживаемости самолёта. Это показатели, которые влияют на возможности или на способность самолёта не встретиться со средством поражения. А если встретился со средством поражения, то... Сбежать, так сказать, контакта. Нет, это первое. Сбежать контакта. А если уже, так сказать, снаряд попал, то иметь определённое сопротивление, что ли, да, поражающему действию боеприпаса. Это у нас боевая живучесть. Есть такой вот показатель, мы говорим о выживаемости, да, там есть боевая живучесть, это броня, протектор на бензобаках, система нейтральных газов. Система нейтральных газов это заполнение бензобаков натопленного пространства нейтральными газами и отсеков, где находятся бензобаки. Это НГ-2, так называемые, да, это дублирование системы управления. И общая прочность конструкции самолёта. Следующая группа показателей это боевое свойство мобильность. Это способность самолёта своевременно, за минимальное время, доставить средства поражения к району расположения цели. И следующая группа показателей это применимость самолёта. Самолёты или авиационного комплекса. Туда входят такие показатели, как эксплуатационные, это взлётно-посадочные характеристики, то есть способность самолёта и бортового оборудования обеспечивать полёт, выполнение боевого задания в сложных метеоусловиях, ночью, днём. Возможность пособных самолётов залетать с раскищенных аэродромов и так далее. В том числе это и ремонтопригодность, это время подготовки самолёта к повторному боевому вылету, эксплуатационные такие, в том числе и эксплуатационные вещи. Вся эта совокупность их показателей требует оценки и сравнения. Вот если говорить про Ил-2, то у него показатели мобильности и отчасти показатели маневринс, которые в том числе и влияют на боевую мощь самолёта, они были выше. Что касается эксплуатационных показателей применимости, то здесь можно смело говорить, что они были ниже, чем у самолёта Ил-2. Много ниже. Достаточно сказать, что самолёт Ил-10 не допускал взлёта с достаточно сильным боковым ветром. Ил-2 он вполне спокойно взлетал при боковом ветре, а на Ил-10 взлетать надо было с притормаживанием. Но это могли делать только опытные лётчики. Например, в 118-м Гвардейском полку в один из боевых вылетов группы не вся группа смогла взлететь. Взлетели только опытные лётчики, а остальные лётчики, которые была средняя подготовка и ниже, они взлёт прекратили. Боевое задание в конце, так и не полетели. Просто не смогли влететь. И пришлось в курс боевой подготовки вводить дополнительные упражнения, обеспечивающие выполнение. Взлёта. Да, это тоже была проблема. Мы здесь уже не говорим про эксплуатационные вещи. Первых серийных Ил-2 связаны с тем, мы уже говорили, недостаточная прочность. На самолётах отсутствовала система заполнения бензобака нейтральными и газовыми. Да. Странно. Дублированное управление отсутствовало. Это потом сделали уже позже, но вот на первых сериях этого не было. Отсутствовали пылефильтры. В результате, если бы война не закончилась 9-го, там, 2-го мая, то все полки бы, которые у нас воевали на Ил-2... На Ил-10. На Ил-10, да. Я прошу прощения. Профдеформация. Ну, к сожалению, так бывает. Они бы все вышли из боя по причине неисправности материальной части. Это касается 108-го гвардейского штурмового полка и 571-го штурмового в первую очередь. Фактически они к концу войны оказались небоеспособны. Вот это была большая там проблема. Что касается недостаточной прочности, то как только это выяснилось, Ильюшин сразу же написал письмо в комитет обороны, что ее копия главному инженеру ВВС, который потребовал, чтобы летчики строго соблюдали наставление по курсу боевой подготовки, наставление полетов на самолете, на самолет штормовой авиации и по курсу боевой подготовки. На что здесь он указывал на то, что летчики в частях крутят там высший пилотаж на Ил-10, а самолет, в общем, не предназначен для этого, ну и так далее. На самом деле основания для этого письма некоторые были, но обобщение, которое сделал Сергей Ильюшин, они основания никакого не имеют. Действительно, в 108-го гвардейском полку были проведены воздушные бои с целью оценки возможностей нового штурмовика были проведены воздушные бои. Но там проводился воздушный бой, а высший пилотаж там никто не крутил. И, судя по документам, я как бы специально этот вопрос исследовал, никаких отступлений от курса боевой подготовки, что мы в авиации 44-го года летчики не допускали. Тем не менее Ил-10 сыпались. С другой стороны, в то время ситуация и обстановка была такова, что такая подстраховка была, конечно же, не лишней. Но ответ ВВС был достаточно убедительный, на мой взгляд, и четкий. Они говорят, новая техника, новые летные данные. Зачем нам тогда самолеты с лучшими летными данными, если мы не будем эти летные данные использовать в бою? Логично. Логично, да. Необходимо дорабатывать самолеты ВВС до требований и норм прочности, которые приняты ВВС Красноярка. Ну, в дальнейшем уже Илюшин, конечно же, они все это сделали. Тем более, они к этому времени уже практически все сделали. Дальше только было внедрение в Сирию. Ну, это еще по бомбам, конечно, очень так это самое, я думаю, разочаровало, то, что бомбовая нагрузка такая маленькая, уже 300 килограмм. А это говорит о том, что, понимаете, при проектировании самолета Ил-2, самолета Ил-2, там все-таки продумывали и емкость бомбоотсеков, и более того, ведь с началом войны, в 1942 году, была проведена первая модернизация бомбового вооружения, и в августе уже пошло модернизированное бомбовое вооружение с учетом опыта боевого применения. И обеспечивалась быстрота загрузки, там уже прям в отсеке загружали, и обеспечивалась наиболее полная загрузка наиболее ходовыми бомбами. А ведь калибр и тип бомб, загружаемых, используемых на самолете, он определялся типовыми целями, распределением этих типовых целей. Понятно, ты же не будешь водительственную пехоту там ФАП-100 уросать. Ну, понятно, надо мелкие осколочные бомбы там. Если у нас автоколонна, то лучшим калибром является АО-25. Достаточно много, и поражения наносят и осколочные хорошие, и фугасные действия неплохое. По автомобильной технике очень хорошо работают. Ну и так далее. То есть типовые цели, по которым приходил взятие, они определяли и боекомплект. Морские события на Ил-2 все-таки смогли и ФАП-250 применить в конце концов, когда появилась возможность эти боеприпасы применять. Как только их стали подвозить, собственно говоря. Теперь, что касается самолета Ил-10, то напомним, что это все-таки был истребитель, переделанный штурмовик. Поэтому вот что могли там в консолях, какой емкости бомбоотсеки организовать без ущерба для прочности самолета организовали. Но, как выяснилось, прочности была все равно нарушена, пришлось усиливать. А вот что касается системы подвески крупных бомб, то там тоже пришлось придумывать. И ВВС очень сильно это был одним из основных пунктов, ну, одним из пунктов основных. претензий к самолету Ил-10 при этом рисковых испытания, ну, и по опыту его применения в остальные все, абсолютно во всех частях. Крайне неудобная и сложная подвеска. Система тросиков маленьких, больших. Эти тросики, как правило, терялись. И когда возникала потребность подвесить там ФАП-250, а подвесить не могли, потому что тросики терялись. Они просто терялись. И там писались, почему не сделано на Ил-10 так, как это реализовано на Ил-2. Это уже за годы войны отлажено вот просто от и до. Никаких проблем не было. И говорит, почему так не сделаем? То есть, там было требование переделать. Что можно сказать? Можно сказать, что с принятием на выражение самолета Ил-10 качественного скачка боевой эффективности нашей штурмовой авиации не произошла. Самолет Ил-10 все же не отвечал требованиям современной войны, то есть, требованиям конца войны, Второй мировой войны. Там как бы вот уже прямо прошел, что пятисоточку должно было тащить такой самолет в любом случае? Это требования, это уже, если смотреть ТТ-43-го года и ТТ-44-го года, которые ВВС предъявляли промышленности, и такое дело, что на тот момент промышленность просто не могла этого реализовать, ничего, сделать ничего. поэтому принимались на вооружение были те самолеты и опытные самолеты Су-6 АМ-42, если мы говорим про Су-6, Ил-8 с мотором АМ-42, они также не соответствовали запросам войны, потому что Су-6 это проект 40-го года, его реализация доводка до требований, каких-то требований, Ил-8 это концепция, конструктивно-компоновочная и динамическая схема самолета Ил-2, это проект еще более позднего, более раннего, да, более ранний проект, вот, а к концу 40-го года, к концу 40-го года, ну там середина конец 40-го года, тогда удалось концептуально нащупать оптимальный облик, назовем вот так рациональный облик самолета поле боя, это облик легкий штурмовик, он же пикирующий бомбардировщик, вот, яркий премьер, то есть наиболее полно соответствующий этому облику, это был ОПБ Кочерегина, но, к сожалению, к началу войны построить его не успели, дальше есть сведения, что его все-таки построили уже в Перми, и вроде как начали заводские испытания, дальше началась переделка под мотором М71, потому что все-таки М71, это завод номер 19, там где, да, на их территории это он и находился, 135-й завод, где, в общем, выполнялась доводка, ну, а потом, ввиду того, что самолет не серийный, как бы, закрыли, и на этом, как бы, все с этим самолетом закончились, а жаль, этот самолет был бы, наверное, ну, по моим оценкам, если бы он залетал и начал показывать те летные данные, которые с учетом там, доработок и установки пушек колеба 23 миллиметра, да, то он бы, в общем, был бы очень даже неплох, и показывал очень высокую боевую эффективность. Вот, те же самые опытные Су-6 и У-8, они также не соответствовали требованиям войны, потому что необходим был бронированный штурмовик, как вот отмечали в 42-м году, уже в 42-м году в конце строевые летчики и командиры штурмовых полков, нам необходим штурмовой самолет с бронированием, да, с боевой живучести и составом вооружения, как у Ил-2, но с возможностью пикировать, как Ил-87. Ну, то есть, нужен был бронированный штурмовик с возможностью пикирования и возможностью сбрасывания бомб с пикирования калибра не менее 250 килограмм, 250-500 килограмм. Это вот 42-й, 43-й год, там, явно, видят, все было. И в 44-м году это прям было прописано. Нам необходим был пикирующий бронированный штурмовик с обзором не менее 17 градусов вперед-низ для летчика, там 17-27 определялся, вот так вот, с более мощным наступательным вооружением, то есть бомбовая нагрузка нормальная должна быть 600 килограмм и 1000 килограмм в перегрузку, чтобы можно было две фаб подвешивать. Вот, одна пушка калибра 37 миллиметров, две пушки 23 миллиметра и два пулемета 12-7. Вот такой набор. И не менее восьми ракетных орудий калибра 132 миллиметра. Вот, собственно, военных видели, хотели видеть вот втормовой самолет вот в таком виде. Они хотели Скайрейдер. Это 1944 года. То есть это конец войны. Если сравнить самолет Ил-10, Су-6, Ил-8, то отдельные показатели, отдельные вещи, они соответствовали, но в целом ни один из них пикировать не мог. Ни один из них пикировать не мог. Я там сделал оценки по современным методикам боевой эффективности самолетов Ил-10, Су-6, Ил-8. И оказалось, что вот Су-6 с мотором М-42 в том виде, как он проходил государственные испытания и с теми летными данными, которые были получены, повторяю, с теми летными данными, которые были получены, они получились у него несколько занижены из-за того, что мотор, тот экземпляр мотора М-42, который стоял на Су-6, но в том экземпляре он работал плохо, работал. И, собственно, по этой причине, что он работал плохо и на нем дважды были пожары, насколько я помню, дважды там были пожары, испытания-то его были прекращены. И поэтому формально он государственные испытания не прошел. Так вот, по тем летным данным, которые были получены, при сопоставимом с Ил-10 летных данных и маневренных качеств, Су-6 имел преимущество по своему вооружению и почти в 1,60 раза превходил Ил-10 по его эффективности. Дело вот в чем, что преимущество Су-6 обеспечивалось в оснащенном за счет удачного сочетания достаточно высоких показателей энерговооруженности, предельной потяги нормальной перегрузки и относительного веса боевой нагрузки. У Су-6 0,32 л.с. на килограмм полетного веса, 2,5 единицы это перегрузка предельной потяги и 19,6 процентов это относительный вес боевой нагрузки полетного веса. У Ил-10 энерговооруженность, точно так же оценивалось 0,32 примерно такое было предельной потяги перегрузки 2,45 2,5 примерно то же самое. Но относительный вес боевой нагрузки полетного веса всего был 16,7 процентов. Там было больше. Связано это было с тем, что относительный вес брони Су-6 составлял всего 14,4 процента, а у Ил-10 16 процентов. При этом уровень защиты экипажей жизненно важных элементов частей самолета и частей самолета был сопоставим с уровнем защиты Ил-10. То есть схема броневой защиты у Су-6 была лучше. Много лучше. Собственно говоря, за счет этого у него и удалось получить более высокий относительный вес боевой нагрузки в составе полетного веса. Достаточно сказать, что Су-6 отлетал на госпитаниях с бомбою нагрузкой 600 кг. А по количеству загружаемых бомбоотсеки мелких и среднего калибра бомб он превосходил Ил-10 просто сильно. За счет этого у него эффективность была выше. Здесь надо сказать, что модель она если мы по Ил-10 имеем хотя бы какую-то статистику боевого применения в части налета на огну боевого потери, характер повреждения бронекорпуса и влияние на полетные качества на аэродинамические полетные качества самолета то по Су-6 нет опыта боевого применения поэтому живучесть его оценивалась примерно так же как у самолета Ил-10 дело в том что там тоже был применен скоростной профиль крыла типа ВЦАГИ и как он себя поведет при боевых повреждениях здесь непонятно совершенно непонятно поэтому я принял точно так же какой десерт но тем не менее мы приняли к сожалению можно констатировать приняли на вооружение не самый эффективный самолет но у него было серьезное преимущество это считалось что технология его изготовления она схожа с той технологией которая применялась уже на заводах была отработана поэтому у него были лучшие условия для внедрения серийного производства ну собственно говоря это и показал опыт внедрения Ил-10 достаточно быстро завод номер 18 и номер 1 все-таки наладили его серийное производство хотя были проблемы мы отдельно поговорим на эту тему итак завершилась война ВВС начали обобщение оптобоевого применения и сформулировали сформировали тактико-технические требования на 46-й год что хотели ВВС ВВС хотели иметь вернее пытались скажем так сделали попытку заказать промышленности бронированные штурмовики трех типов с поршневым двигателем с турбовинтовым и турбореактивным двигателем ВВС хотели иметь соответственно штурмовик с поршневыми двигателями со скоростью 630-680 км в час это в этом диапазоне дальность полета скоростная дальность полета на уровне 900 км в час отмечу что в некоторых источниках говорят по самолету Л-2 где-то 720 и выше км в час на самом деле 618 км в час 618 км у него была дальность полета хотели 900 км захотели соответственно штурмовики с реактивными и турбореактивными и с турбовинтовыми двигателями скорость от 700 до 850 км в час но дальность хотели 1200 км трехово-пушечное вооружение было в нескольких составах предлагалось основной это 6-8 пушек калибра 23 мм заточенных в одной батарее одна либо вариант одна крупнокалиберная пушка это 45 или 57 мм на тот момент были такие подвижки работы в этом направлении наших вооруженцев и две пушки калибра две-четыре пушки калибра 23 мм либо для поршневого штурмовика предполагалось использовать синхронно вращающиеся пушечные установки блок из четырех пушек калибра 23 мм и четырех пулеметов 7,6,2 это по типу АК по Мужеровской Веневи бомбовое вооружение устанавливалось примерно 600-800 килограмм для тех и других ракетное оружие не менее 6-8 ракетных орудий калибра от 132 и выше ну естественно с увеличением если это там калибра 23 мм то это понятно 2,4 должно быть не более оборонительное вооружение только пушечное там пушка Б-20 в то время уже была принята на вооружение поэтому ее в основном смотрели для получения этих летных данных ну здесь сразу можно сказать что авиапромышленность отказалась от штурмовиков с турбовинтовым и турбореактивным двигателем потому что в это время работа работа только-только еще планировались и начинались поэтому близко ничего не было поэтому рассматривался только вариант штурмовика с поршневым двигателем вот по оценкам для того чтобы обеспечить те летные и боевые качества которые хотели иметь военные требовался мотор с летной мощностью не менее трех с половиной тысяч лошадиных сил у нас на тот момент были только серийный мотор М42 2000 усиленных сил М43 мотор это его дальнейшая модернизация модификация там форсирован был по мощности взлетную мощность 2300 мотор М45 взлетной мощностью там порядка трех 3200 250 тогда он был только еще опытный где-то вот так вот да мотор М250 мощностью где-то 2500 2700 лошадинных сил и мотор М3 взлетной мощностью 3200 но это все моторы были опытные их-то в общем-то еще надо было доводить их не было поэтому поэтому было принято построить фактически реализовывались было принято решение реализовывать те конструктивно компоновочные схемы динамические которые были уже отработаны у самолетов Л-10 другого-то варианта в принципе и не было у нас да было еще одно направление это двухмоторный штурмовик но опыт войны представителями является ярким это СУ-8 двумя моторами М71 но если перечислить состав вооружения то это вот зашкаливает да я бы так сказал значит четыре пушки НС-45 калибр 40 батарея стояла 8 пулеметов ШКАС 6 ракетных орудий калибра 132 миллиметра верхняя оборонительная установка это УБТ нижняя это ШКАС бомбовая нагрузка 600 килограмм перегрузку 1400 килограмм брони 1680 килограмм максимальная скорость у земли 500 километров в час на высоте 550 километров в час дальность полета 1000 километров в перегрузку 1500 то есть это машина которая по боевой эффективности по совокупности всех показателей вообще была очень и очень хороша это же то что военные просили фактически да можно так сказать военные конечно хотели уметь на вооружение еще в ходе войны но обстоятельства так сложились что двухмоторный самолет массовым в условиях крупномасштабной войны в условиях отечественной войны просто быть не мог наша промышленность просто не могла в нужном количестве выпускать такого типа самолет очень дорогой очень дорогая машина и когда он уже начал летать стало понятно что вообще-то говоря мы вдвоюем на Ил-2 а тут еще Ил-10 Ису-6 более скоростные машины с повышенной боевой эффективностью и в то же время они одномоторные все-таки возможности нашей моторной промышленности были не безграничными на тот момент и даже проект который сделал сухой с мотором М-42 он положение не спас да и собственно говоря отношение наркомата авиационной промышленности к любой сложной технике в годы войны было скажем так отрицательное в Сирии только то что было очень просто для серийного производства да если бы до войны запустили успели то хорошо бы было бы если бы да вот был самолет Та-3 уже доведенный фактически до серийного производства но серийное производство до войны запустить его не успели а в ходе войны уже не стали запускать хотя возможности если в 42-м году возможностей таких не было то в 43-м году такие возможности были точно и потребность в таких самолетах как Та-3 и Су-8 особенно именно во флоте была на протяжении всей войны слушаем лекции Мирослава Эдуардовича там прям вопиющая просто потребность я оценивал вот примерная потребность ВВС Красной Армии и флота была примерно 1200 штук в год если так поскрести по сусекам то возможности нашей авиационной промышленности запустить либо тот либо то и выпускать вот примерно в таком объеме была именно была по сути один сложный самолет который у нас выпускался сегодня это Пи-2 который весьма сомнительными был боевыми характеристиками но вот он был он был и самое главное был налаженный усилий до войны что характер поэтому дальше шла только модернизация причем такая косметическая скорее ну было нет почему Мясищев сделал вполне приличные самолеты Пи-2 варианты но в условиях войны опять же налазить их серийные производства он просто не удалось здесь можно говорить о причинах там гимномоторных групп и так далее но тем не менее факт остается фактом запустить серийные производства налазить не смогли поэтому когда появился мотор М-43 еще опытные первые его варианты это 44-й год Ильюшин сразу же предложил на базе этого мотора выполнить глубокую модернизацию самолетов И-10 направление шло основным направлением основным направлением было повышение скоростных маневренных качеств при сохранении боевой мощи либо при сохранении при ослаблении боевой боевой самолетов первого варианта первого решения первое направление это самолет И-8 второе направление это самолет И-16 самолет И-8 начнем с него это тяжелый был штурмовик Ильюшин в И-8 пытался реализовать концепцию тяжелого штурмовика бомбардировщика бомбардировочная авиация всегда не доставала ВС Красная Армия поэтому он предложил сделать сильно бронированный штурмовик который бы мог нести бомбовую нагрузку до тысяч килограмм бомб плюс две бомбы ФАП-500 собственно он это реализовал был восьмом это был первый вариант назовем вот так который проходил государственное испытание в апреле 1944 года после того как был принят на вооружение самолет Ил-10 Ильюшин вышел с инициативой о модернизации самолета Ил-8 он там назывался у него разные названия были сначала он был Ил-2 экземпляр номер 1 экземпляр номер 2 вот позже уже в ходе госпитания он получил наименование Ил-8 АМ-42 в дальнейшем Ильюшин под этим же обозначением предъявил на государственное испытание в мае 45-го года самолет Ил-8 да но это уже был совсем другой самолет Ильюшин вышел с инициативой летом 44-го года модернизировать построить модернизированный вариант самолета Ил-2 с мотором М-42 в котором бы использовались аэродинамическая компоновка и все технические решения которые себя положительно зарекомендовали на самолете Ил-10 что включало модернизацию самолета Ил-8 переделка бронекорпуса полностью переделка крыла полностью переделка фюзеляжа полностью ничего себе модернизация переделка шасси в результате получился новый самолет но с тем же самым наименованием который доводился довольно долго и надо сказать что Ильюшин делал это надо сказать он очень был грамотным и дальновидным руководителем он понимал что Ил-10 это не совсем то что надо ВВС и при малейшей же проблемке нужно будет что-то предложить и как только в декабре произошла вот эта проблема известная с Ил-10 при серийном производстве когда начали появляться пожары на моторе которые разрешались не только авариями но и катастрофами там летчики разбились было принято решение при остановке серийного производства Ил-10 до разрешения этой проблемы в течение декабря проблему это решили но в декабре же как только это решение состоялось Ильюшин сразу же предложил военным самолет Ил-8 с более лучшими боевыми качествами но действительно он повысил летные данные скоростные качества самолета Ил-8 по сравнению с тем вариантом который походил в госпитании они были повышены заметно причем маневренность его также возросла ряд дефектов и недостатков которые были выявлены в ходе государственных испытаний он на нем устранил но главное боевая нагрузка у него была тысячу килограмм это серьезно заявка была при этом он говорил опять так же как и с Л-10 он говорил что при запуске серийного производства мы потом в дальнейшем сделаем вариант с пушками 37 мм как бы это вариант вполне был реализуем надо сказать винтомоторная группа на И-8 в тот момент работала не очень хорошо и Ильюшин до апреля месяца занимался его доводкой ну а поскольку вопрос серийного производства Л-10 был решен положительно то этот вопрос о постановке серийного производства самолета И-8 уже нового варианта он как-то с повестки дня немножко сошел в Ильюшин появилось время для его доводки он довел и предъявил его на государственное считание самолет действительно показал очень неплохие летные данные но ему остались присущи и дефекты дефекты которые были присущи любому штурмовому самолету построены по схеме по одном ну как одномоторный самолет это плохой обзор летчик то есть бомбовая нагрузка тонна бомбовый прицел был специально у штурмана стрелка установлен но угол обзора у штурманного прицела был маленький поэтому штурман не видел цели он не мог надавать команды и наводить самолет на цель у летчика снова был плохой обзор он не мог выводить штурмана так сказать в узкий угол так сказать секторе обзора чтобы штурман мог увидеть цель и прицелиться и точно сбросить бомбы прицельно сбросить бомбы кроме того прицел прицел замасливался маслом которое отбрасывалось воздушный винт это была проблема наших моторов всех всех абсолютно манжеты во втулке винта они работали нормально 10-15 часов после этого масло текло и соответственно разбрасывалось по всему самолету и замасливалось не только бронестекло бронекозырек на Л-2 на Л-10 но и нижняя часть фюзеляжа где торчал прицел собственно по этим причинам военные отказались от этого самолета тоже не самое наверное оптимальное то что они начали его как бомбардировщик если бы может как штурмовик именно позиционировали все-таки тут две пятисотки там отказались там было я только заострил на некоторых моментах там были довольно много так сказать претензий к самолету и здесь же ведь еще май месяц нужно учитывать что негативный опыт боевого применения Л-10 уже был известен и военные были в общем-то не в восторге не в восторге от того что получили вот если посмотреть как формировались отчеты о боевом применении Л-10 да вот они там шли так сказать наверх снизу наверх да если посмотреть документы военно-технических конференций которые проводились сразу после войны по обобщению опыта боевого применения авиации в том числе штурмовую там Л-2 и Л-10 в том числе то мнение у летчиков одно дальше мнение полков другое в дивизиях уже мнение приглаженное так сказать документик такой уже все острые моменты немножко сглажены да дальше на уровне армии вообще уже так неплохо вот на уровне центрального управления там уже более-менее с одной стороны понимали что это детские болезни и с другой стороны все не хотели в общем-то сорт из СБ тоже выносить но военные это дело знали понимали и понимали почему этот самолет был принят на вооружение и как он принимался напомню самолет строился без тактик технических требований без эскизного проекта без утверждения эскизного проекта без утверждения макета по факту получили ну да приняли тогда военные считали что из двух зол выбрали наименьшее но оказалось немножко не так поэтому к самолету И-8 относились внимательно скажем так в общем если посмотреть как обставлялось документарно именно документарно обставлялось обставлялся отказ врез от принятия наружения самолета И-8 там были привлечены силы скажем так поэтому проект самолета И-8 с мотором И-43 как бы утрачивал свою актуальность и поэтому он остался на бумаге зато самолет И-16 который являлся модернизацией самолета И-10 такой достаточно глубокой модернизацией самолета И-10 с мотором И-43 не только был построен и летал но даже была на заводе номер 30 была запущена малая серия в количестве 25 штук это все происходило по инициативе Ильюшина и с разрешения наркома Шахурина какая скорость самолета была 630 километров ожидали очень очень хорошая скорость вертикальная скорость была в полтора раза выше чем у самолета И-10 вес брони был уменьшен то есть бронирование было скажем так сокращено вес был где-то 764 килограмма бомбовая нагрузка нормальная 200 килограмм сори и 400 килограмм в перегрузку тогда же Ильюшин предложил проект модернизации проект установки на серийный самолет С-10 с какими-то доработками очевидными постановки мотора М-43 также этот самолет был построен в 46-ом году летал но ввиду недостаточности недостаточно нормальной работы винтомоторной группы работы были прекращены работы были прекращены в связи с тем что были прекращены работы по мотору М-43 у самолета Ил-16 работы были прекращены также в связи с тем что были прекращены работы мотора М-43 дело-то в том что самолет Ил-16 несмотря на то что он показывал достаточно очень высокие летные данные его нещадно трясло но я уже говорил о том что М-43 там возбуждалась полуторная гармоника и она входила в резонанс под моторной рамой неоднократно там были проведены несколько торсиографирований мотора ЦИАМ и ЦАГи пытались как-то отстроиться от этого резонансного явления но ничего не положило в конце концов ЦИАМ дал заключение что отстроиться от от этой полуторанной гармоники невозможно в диапазоне от рабочих чисел оборота мотора в принципе невозможно поэтому работа по мотору были прекращены соответственно были утонули тем не менее значит недодолго до этого как только стал летать самолет Ил-16 и начались доводочные работы Ильюшин вышел с инициативой это уже в июне 45-го года самолет только-только полетел он в июне 45-го года предложил поставить самолет Ил-16 серию на заводе номер 30 в Москве дело в том что уже состоялось решение о прекращении серийного производства Ил-2 в конце 45-го года на заводе номер 30 и рассматривался варианты загрузки этого завода самолетом других конструкторов Ильюшин сразу вышел с этим предложением давайте так сделаем военные отреагировали достаточно адекватно главный инженер ВВС минерал-полковник Репин подготовил докладную записку на имя командующего ВВС Новикова где он указывал что летно-тактические данные самолета Ил-16 являются проектными эскизный проект и макет самолета Ил-16 на заключение в ГК и ВВС и госкомиссии макетной комиссии не предъявлялся самолет строился без тактико-технических требований составленных ВВС и при постройке самолета не учтены выявленные при войсковых испытаниях конструктивные недостатки однотипного с ним самолета Ил-10 ну потому что в основе него лежал самолет Ил-10 соответственно система вооружения которая была целиком перенесена на Ил-16 ну в ряду основных недостатков это ослабление бронирования по сравнению с самолетом Ил-10 да сложная и громоздка системы подвески наружных бос отсутствие системы нейтральных газов полифильтров и так далее действительно сложно не это самое не согласиться соответственно маршал Новиков дал пояснение Ильюшину что до запуска в серию самолета Ил-16 моторов МСВ-7 этот самолет должен пройти официальное государственное испытание после этого будет формироваться решение ну Ильюшин официально был вынужден снять свои предложения о серии самолета Ил-16 остается